В Туржикистане, оказывается, запретили ММА. Ко мне уже готовятся по-другому, потому что я уже не темная лошадка. Слив от места, это Шараф Давлад Муродов. В очередной раз поздравляем с победой. Шараф, красавец. Был очень тяжелый бой. Сейчас ты, я так понял, пытался отдышаться. Расскажи про все это. Ну да, бой оказался как-никак трудовым. Как говорится, у меня легких побед без интрижки не бывает. Во втором раунде он попал маленько в печень и в голову. После руки я восстановился, там, да, подзавязался в конце первого раунда. Во втором раунде пропустил я в печень. Маленько он меня пытался перевести, но на морально-волевых перевернулся на свою сторону, да. Такой, да, неуступчный боец. Я знал, что он будет сражаться до последнего, характерный. Сейчас так пошел, обезболивающую поставил, чтобы прийти в себя нормально, так что себя чувствую. Как думаешь, с чем это связано? Просто я помню, наоборот, знаешь, когда ты только начинал, бои были намного легче. Сейчас каждый бой для тебя прям, знаешь, такая мясорубка, война. Ну, во-первых, ко мне уже готовятся по-другому. Потому что я уже не темная лошадка. Знают примерно, что я буду делать, изучают меня. И, да, в принципе, сейчас в нашей лиге топ-15, топ-20. Такие серьезные, очень конкурирующие бойцы, которые любого могут в UFC проконкурировать, дать хороший бой. И приходится только на морально-волевых вывозить. Где-то уже, что пораньше, на две головы выше класса, когда выигрывал, выходило лучше. А сейчас уже не получается так. Приходится на зубах вытаскивать бои. Недавно совсем я узнал, что в Таджикистане, оказывается, запретили ММА как вид единоборств. Можешь пару слов про это рассказать? Твое отношение вообще к этому запрету? И ведутся ли с твоей стороны, как известного именитого бойца Таджикистана, какие-то работы, чтобы восстановили опять ММА в виде спорта? Ну, именно любительские не запретили, а именно профессиональные. На коммерческой основе. Потому что на основании этого министру спорта это не нравится, да, нашему. Ну, именно профессиональная арена, именно контактных видов спорта. А нравится, ну, я не знаю, игровые вроде бы виды спорта, точно даже не знаю. Ну, пропаганда именно профессиональных видов единоборств не идет. Так что я не поддерживаю его в этом. И свячески рекламирую, чтобы люди занимались. Земляки, которые приезжают в Россию, другие страны, они пашут. И показывают тоже хороший результат. Что дальше расскажи? Бой был тяжелый все-таки. Сколько возьмешь сейчас времени на отдых и когда будешь готов? Ну, после рамадана вернемся. Сейчас пока отдохнуть, забыть это все. И уйти спокойно на кратковременную пенсию. Что же, ждем твоего возвращения, Шараф. Бой был крутой, хоть и такой трудовой. Молодец. Друзья, подписывайтесь на инстаграм Шарафа. Подписывайтесь на инстаграм Вестник ММА, мы не спрашиваем про план на бой. Друзья, каждый день на канале Вестник ММА выходит свежее интервью лучших российских бойцов. Мы обозреваем все турниры, до которых успеваем добраться. Поэтому, если вы поддерживаете наш Сизифов труд, ставьте на все видео, до которых дотянетесь, лайк, пишите добрый коммент и делитесь с друзьями. Кроме того, мы уже в нескольких шагах от заветного микрофона. Если вы, как и мы, устали от сбора на него, будем рады донату, сообщение к которому совместно с вашим именем появится в конце следующего видео.